Доброе утро всем! Наши символические кружки, мы их покупали, ну не знаю, через неделю, наверное, после того, как приехали первый раз в Болгарию, как раз наступал год, год свиньи. И мы, ну просто первые попавшиеся купили, нам по размеру подошли рольф голубую, а мне красненькую. И теперь никогда не забудем, когда мы переехали в Болгарию. 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 всем привет сегодня понедельник 20 декабря мы опять на той же на том же месте 5 идем магазин лидл ваша у них понедельника как всегда всякие акции и к рождеству что-то хотим купить и к новому году потому что на этой неделе в пятницу уже у них рождество прохладно вчера было небо голубое солнышко было на выходные опять вот дочь опять моросит идем небольшой дочь моросит а вот ну иди надо ну что завтра послезавтра то что мы хотим купить уже может и не быть в магазине надо сегодня все купить что нам надо убрали уже границу эту красную царскую людей много но на входе все равно стоят два проверяющих но я думаю если из лидла выйти и пойти по своим делам никто вообще ничего не скажет он проверяют а мы прошли на даже ничего не спросили затарились опять на 100 почти 120 лет тут у нас и шик шоколад и сыр наконец-таки пришел но не такой как мы ели всегда но здесь зато полкило сразу и магазин полный магазин вернее центр торговый центр людей много друзья мы уже дома что хочу сказать про торговый центр значит кому надо вообще прошмыгнуть в принципе можно легко и просто прошмыгнуть там убрали уже загородку магазина лидл то что я вот вам показала и я в принципе подошла вот эти все ларечки там с бижутерии золотом и золото серебро я себе смотрела подарочек к рождеству от мужа и в принципе спокойно можно было бы идти дальше если б не эти тяжелые сумки я мало вообще рульфов например отправить на такси сама по тела здесь по торговому центру хотя впереди два человека стояла проверяла а такси не подорожала мы приехали вот 33 90 до нашего дома 4 лев так что рульфи дает 5 лев нормально такси не подорожала стала разбирать сумки уже значит вот еще одни рождественские пряники вот такие чисто немецкие вот это звездочки бретцли в шоколаде в молочном или бывают они в молочном или в черном шоколаде обычное пряничное тесто но тоже вкусные они и стала одну сумку а роль в такие вот взял а это я не заметила когда он это хапанул точно то же самое то же самое только такой другой фирмы в другом так сегодня я еще кстати взяла бурячок вареный хочу сделать бурячок потереть его с майонезиком и сегодня что еще новенького взяла а мы взяли паштет вот такой тоже чисто лидовский паштет во всем мире он взяла колбасы вареные хочу оливье сделать так что принципе не так много но одна у меня сумка получилось так так интересно сумку разбирать получила сумка джентльменский набор мой муж пришел ко мне в кости знаете когда у нас так называют это у нас бутылочка шоколадные конфеты чисто джентльменский набор так получилось не специально когда стала смотреть в сумку думаю елы-палы к вину сыр бри и запустить оливочками гаранти сумка джентльменский набор сама натуральный мармелад только сюда не вписывается мармелад варенье взяли мы две такие вот упаковки 0 5 килограмма ну папа по полкило брит но не знал какой он на вкус попробуем такой же или нет вот и сегодня что-то мне так захотелось гуми берхен ну вот эти желатиновые конфетки взяла вот все взяли этот самый не самое недорогое немецкая вид вино потому что как новый год без газа без без газиков так что у нас будут газики на новый год шоколадными конфетами и сыром вот так так мы сегодня закупились опять на 120 лет я не знаю когда это дело закончится вот уже месяц я все чеки собираю ну кроме овощных лавок я подобью но выйдет не такая немаленькая сумма на знаете когда говорят что жизнь в болгарии дешевая не могила сегодня еще суп гороховый сварить поставила варить горох и говорю руль побежала я быстренько загоняю в болеров за морковкой мне нужно было морковка картошка смотри чтоб избежала пришло он говорит избежала так я смотрел так смотрел но с горохом ты такая история горох и гречу беру в русском магазине хорошая гречка хорошая горох хороший дорого но зато все очень вкусно так муж у меня директор по хлебу посмотрите пришла он уже рядочком все уложил мои хапанула эту жевательную конфетку аж прямо искомено так захотелось мне этого желатина и хлеб еще настолько горячий что он его оставил остывать ну так вот ложим морозилку и у нас каждое утро завтрак свежий хлеб достаем здесь вечера даже если забыли заморожены у нас есть тостер мы заморожены в тостер и кладем получается свеже свежих любушек с утра так что я сейчас бегала купила картошки эта сетка я не знаю и взяла с картошкой здесь проблема какая картошка вообще отвратительная вот где я только не смотрела кроме магазина видал там более-менее но оттуда тащить картошку но вообще смешно взяла в овощной лавке и все равно тут побитая шашелем есть вон такая эта сетка 4 лев стоит 2 евро и винограда взяла виноград по 2 евро 50 так еще где-то мне тут сумки морковка сейчас только-только завезли в болеро свежие овощи вот прям этом апельсины только выкладывали кто же апельсины такие были классные апельсины в лидл ну тащить оттуда ну вообще не вижу смысла даже на такси да такси таскать на себе почему же были апельсины два лев чем-то с копейками яблоки взяла golden яблоки мне очень нравятся в болгарии и семеренка были классные такие печенюшки мне очень нравится 6 семечек разных и две морковки мне хватит на этот на супчик все вот так я скупилась овощи вот это взяла на 7 с копейками лев ну считайте 3 евро 50 и вот эта кучка мне тоже получилось 7 с чем-то лев тоже 3 евро 50 вот на 7 евро вот это вот у меня куча только здесь не считаю то что я были мы в лидл сегодня еще гороховый супец получился у меня в этот раз на славу я сама офигела какая я хозяйка вкусный вообще роль в слопал две тарелки и я две тарелочки 22 декабря о какой у нас и ней снежочек но у меня на балконе стоит плюс 2 но это некорректная температура конечно потому что балкон застекленный вот но на улице минус точно есть 0 минус 1 наверное вот видите потому что не тает ничего тут надо быть осторожным это такое скользкое дерево вы банены вернуться елки-палки мешаетесь уже пару раз подскальзывалась одна этой хиромантии вот бегу раз холодно надо быстренько котов с утра покормить но вышло солнце небо голубое у нас вообще красота но ночью был мороз этому там бедный котяр голодные пробежимся сейчас вами лужи тоже все замерзшие но я думаю сейчас раз ну тепло станет раз солнышко вышло и по погоде в принципе к выходным тоже стоит плюс 14 плюс 15 на следующей неделе должна должно тепло тепло прийти опять и с сестрой утром рано разговаривала тоже холодно точно также вот так стоят машины в либо небольшой снежок на машинах на огороде тоже немножко снега вот здесь тоже живут котейки в парке людям воду оставляют еду на вода вся конечно померзла сейчас котам с водой проблематично и котов нигде нет интересно где они прячутся все где-то у них логово есть вот видите красота какая все сгребли в мешке весь мусор все чистенько видите какая чистота но машин много на парковке приезжают люди и гуляют кто-то спортом занимается всю листву это все мульча а ее 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 и какая прелесть если бы это все перегнило бы и мне в огород чистенько море так вдалеке спокойно из окна смотрела моря спокойно но у берега как всегда бьет волна видите как машину нас покрылись снегом снег и не так 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 вот болгары нации такие кофеманы у них вот эти автоматы кофейные везде даже во дворах обычных домов стоят кофе пьют обожают кофе до людей не очень много сегодня заходим центральный пляж каждый раз блин тут лежала буквально недавно в купальнике 40 градусов жары было а сейчас снег на песочке вот здесь вот купальнички ножки мыла голенькая а теперь как набухалась как на северный полис у меня там еще одежек и сегодня надела на и знала что я к морю иду поэтому я разоделась как никогда сейчас вам покажу погода конечно замечательно вот с утра распогодилась рано утром были еще такие тучки облачка вот но я думала солнце вышло сейчас людей будет много они видите пляж пустой вон мужчина один прошелся и в принципе и в парке не сильно много людей красота обалдеть в общем короче шапка куртка безрукавка одела свои которые купила эти панталоны ритузы с начесом штаны теплые с начесом вот такие у меня плуги на натуральном меху вот вещь классная девочки вообще обалдеть достались меня в подарок но замечательная вещь бегать вот так вот по холоду я их только в экстренных случаях одеваю когда сильно сильно холодно дубай на ляпота короче друзья ну что у нас день за днем принципе одно и то же и каждый день ничего нового встали позавтракали каждый занялся своими делами пошли погуляли или я пошла сама погуляла по-разному всегда вот по настроению ну я же говорила уже у рульфа колени поэтому в зависимости как он себя чувствует в принципе настоящая курортная жизнь санаторная единственное конечно немножко я стрессанула вот стрессанула я там папа немного дал жару моей сестре конечно у него вы знаете вот мы уже заметили вот у меня и у подруги тоже мама у нее как бы старческая деменция а у нас у папы деменция после инсульта его болезни вот бывают такие дни вообще но адекватный нормальный все хорошо а бывает или какая-то фаза луны и заходит и причем одновременно вот чтоб у подруги мама что у нас папа прям сходят с ума это вообще конечно он дал жару сестре немножко распереживалась мы посмотрим вроде бы сегодня более-менее нормальной а вот вах ну шапки надо лучше у меня вы знаете что то может то что гуляю угля вот это по холоду или ветром с этой стороны десна вас валилась и плюс еще в ухо стала отдавать еду может быть это зуб мудрости там зашевелился он у меня не вылез и там под десной где-то вот и что-то все воспалилась все болит я вышла думаю сегодня солнышко как раз этой стороны сейчас погрею себе и ухо и десну сделаю процедуры санаторная и заодно подышу морским воздухом еще полпути не прошла мне уже жарко я уже помог на такая шапку сняла но уже под шапкой мокрая поэтому лучше не снимать придется терпеть дальше испугались первых морозов такие морозы правда волны такие красивые брызги разлетаются в разные стороны ух мохи какая слушайте давно искала себе подставку под мобилку знаете чтобы так поставить мобильник или вдоль и вот так еще просто смотреть нашла натуральную подставочку из морских материалов гляньте какая прелесть настоящая подставка уже на телефон поставил из кирпича вошу можно найти а сюда еще даже можно ручку в ручке положить наушники засунуть что-нибудь зарядка нет наверное не залезет прикольная вещь гляньте так подставка блин а мне нету пакетах вашу его положить может я еще где-то спрячу а завтра заберу пойдемте покажу где а то придете украдете